Иное измерение русской культуры. Письмо парижских музыкантов к Гайде, известника Европы. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Французские артисты, восхищенные красотами бессмертного творения мира, примечание издателя, эта оратория известна московской публике. Парижские журналисты смеялись над пышным слогом сего письма. Изъявляют славному сочинителю искреннюю свою благодарность и просят, чтобы он, в знак их почтения и энтузиазма, принял сию золотую медаль. Сей великий творец ежегодно новыми произведениями удивляет артистов, просвещает их, умножает успехи искусства, расширяет неизмеримые пределы гармонии и доказывает их бесконечность к украшению настоящего и к обогащению веков грядущих. Но высокая мысль новой оратории еще превосходит все произведения великого автора, которыми он доныне удивлял Европу. Изображая всем творений луч света, Гайден изобразил самого себя и доказал нам, что имя его будет сиять, доколе не затмится на веки светило дня, которого лучи он, кажется, себе присвоил. Отдавая справедливость искусству и талантам гражданина Гато, который столь удачно исполнил наше желание и вырезал сию медаль в честь бессмертного Гайдена, мы должны похвалить и благородное его бескорыстие. Он не хотел за труд свой ничего, кроме славы им через то заслуженной. Напечатано в журнале «Вестник Европы», январь 1802 года, номер 2, страницы 16-17.